Коли я себе трапила еще до войны, я часто довольно чула такие рассказы про то, что Лукашенко хороший президент, и вот нам бы такого. А тут отрапилось так, что одним днем все изменилось. Эмиграционная служба мне поспела на вот штамп поставить про промысловое повернение. После войны и до Сеул, пока я тут нахожусь, конечно, не шукаю справедливости больше. Коли выбирать между справедливостью и милосерностью, то я выберу милосерность. Меня зовут Карина Потемкина, я поняла себя в Украине в Снежной 2021 году. Ну, когда началась война, я поняла, что мы с людьми белорусами понялись в Буч на тот момент. Я пошла на начаток войны, когда набрали в Пучанскую раду колл-центр волонтеров, потому что было ж мать запыта от населительства, аностолога. Никто толком не видел, что делать. Вытыхался, как и отбывался вокруг, возникало солнце, светло. Разумело, что люди опунулись в умовах, хотя, может быть, никто не думал, что они могут быть настолько жесткими. Пробили в Бучу до 8-го цековика. Частка из нас смогла выйти 6-го цековика. Я выходила со знакомым 8-го цековика. Въехала до Киева, потом до Львова. В Украине я не выезжала. У меня была польская гуманитарная жизнь открыта до войны. Тобок я мало мог чумостей уехать. И с 7-го цековика я вернулася назад в Бучу. Воследие оккупации я вернулася в Новраду, але мы уже там працвали непосредственно вношенном. По 10 человек одразу будут принимать. Я вас дуже прошу, тропить мне вот тут вот чистый коридор. Жиє Беларусь? Живе. Живе Беларусь, да. Это наши беларуськие коллеги допомагают. Я, я, я. Червоному Христоту. Я находилась еще в Беларуси. Ну, отремовывается, что там довольно... Ну, при конец, ты только 21-го года заехала. Амель два годы я жила у таких ось омывах, которые створились еще в Беларуси. Это мне страшная речь, на самом деле, что мне. И у весь час, и навэт первый час, когда я уже приехала в Украину, я уже шукала какой-то справедливости. У меня за все годы хотелось, как у всех это я... А значит, человеки понесли некую отказность. Там были такие перепады, начиная от злости, которая потом формировалась в какую-то ненависть и так далее. Но после того, наверное, уже как я вернулася в Красавику в Бучу, я зрозумела, что, может быть, я не знаю, что, может быть, справедливости я уже шукаю, я уже больше не хочу. А когда я выбираюсь между справедливостью и милосерностью, то я выберу милосерность. Потому что жизнь человека – это такая вещь, которая может сразу же уникнуть. И когда ты видишь человека, который еще живет там, когда ты идешь до этого, и потом, скажем так, как он может выглядеть после смерти, тем больше смертью в войне, то ты разумеешь, что некоторые речи, про которые я подумал, че, которые я ожидал, именно сам реч. Такие уже и важные. Поэтому я после войны и до Сеул, пока я тут нахожусь, конечно, я не шукаю справедливости. Тем более, что это, может быть, такое. Для меня некая фундаментальная реча, как разумеется после войны. Почем к нам Карина Хорисина. Аплодисментария. Аплодисментария. в начале войны, где Белорусы изменилось, и сейчас они в уголе не принимали документы. Потом начали принимать и работать все мягче для того, как Белорусы не могли их отривать так или ино. Эмиграционная служба мне поспела на штамп поставить про примусовое повернение. Деякой страны они не пытаются. Я их пытаю, куди мы поехали, они говорят, куда хочешь, так в Украине, но это было такое ставление на начале войны. Мы не знали про ситуацию в Белоруссии, потому что когда я сейчас до войны я часто слышала рассказы про то, что Лукашенко хороший президент, и вот нам бы такого. А тут случилось так, что одним днем все изменилось. Я сказала, что они не такие хорошие, как они им подавали в начале. Увеличиваючи, что я политично цякачить, и сбег из Белоруссии без водного поспеля на документах, иншой махчумости легализоваться в Украине не было. Это разглядали миграционная служба. Мы разговаривали про политический захист. Мне сказали, что мне сказали, что пока лидия война, это не махчима, и в твоем выпадке ты можешь только легализоваться в волонтер. Мы подали документы от волонтерской организации. Потом я отримала отмогу от СБУ. Пришлось выяснять, что не так, и чему из БУ поставила отмогу. Выяснилось, что, как мне сказали, что это такое политичное решение в отношении к белорусам. Но прошел, что там допит, разговоры и так далее. Мне такие выдали, что я отримала 24 листопада по святку свою, уже на год. Не, я не планую заезжать в Украину, в принципе, бо особисто для меня это будет выглядеть, как я не знаю, сгубить в другой раз, мабуть, свою хату. Я не знаю, как это объяснить, но я тяжко переживала, что мне пришлось выехать в Белоруссию и выезжать в Украину. Мы хотим сейчас то же самое. Когда вы сравниваете с той ситуацией, которая была на начале войны, когда ты два три дня сидишь, у тебя нет ни суети, ни коммуникации, ни воды, ни газа, ни светла, и у тебя еще под окнами нечто постоянно выбухает. Зараз у меня такое ставлення, ну, нема светла, добра, ну, значит, оно будет поздней. Хотел працю от светла. Тобак, як вникает светло, дом отримовывается, настывая вель нехудка бы за окнами зима. Гали у нас 24-го спальника, тут самих не было, то теперь есть. Поэтому я не бачила проблемы накрыться спальниками спать за спальню в мешок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok